Здравствуйте! Сегодня я вас познакомлю с фиговым деревом, инжиром. В летнее время растения поливают 1-2 раза в неделю. Судя по температуре, если 20-25 градусов, значит раз в неделю достаточно. Если 30 и выше, то 2, а то и 3 раза в неделю. Опрыскивание должно быть обязательно, чтобы листики не скрючивались от сухости и не повреждались. В зимнее время также нужно опрыскивать, создавая ему влажность воздуха и поливать 1 раз в 10 дней. Инжир любит азотное удобрение или удобрение для комнатных растений цветущих. Иногда растение не плодоносит. Это либо молодое растение, либо перегружено урожаем, либо помещенное в очень темное место. Это немаловажно. Светлое место, влажность и обязательно внесение удобрения. Обрезаем мы растение по необходимости, формируя основную крону. Так как это растение неправильно сформировано, это маточник. Мы черенкуем, снимаем черенки из этого растения. Но вообще растение должно быть находиться в более тесном вазоне, чтобы активно плодоносило, не любит широкие вазоны. В весеннее, летнее время мы черенки снимаем 2-3 раза за сезон. То есть где-то с апреля по июнь, по самую жару. Я уже сняла черенки. При обрезке череночек нужно окунуть в корневин и поставить в водичку. Тогда в течение месяца этот черенок даст вам корневую систему. И на следующий год уже станет самостоятельным взрослым растением, которое готово плодоносить. Сегодня я рассказала вам о таком чудесном урожайном растении. Я думаю, было интересно и полезно. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин